ребят всем привет вы на канале за тигр меня как и раньше зовут и зад а сегодняшняя тема будет сварка цветных металлов а конкретно про сварку алюминия без чего мы не сможем сварить алюминий имейте ввиду ребят что без переменного тока мы не сварим алюминий переменный ток обычно обозначается на сварочном аппарате на сварочных аппаратах vs вот так вот таким вот значок обозначением да и и все переменной де си постоянный вот если на аппарате на передней панели или на корпусе не указан вот так вот и сиди си да если лиси нет значит нет переменного тока это очень важно без AC вы не сварите алюминий, имейте ввиду вот ставите переменный ток при сварке алюминия баланс полярности у меня указывается в процентах выставляете в середину на разных аппаратах по разному вот, поэтому если у вас вот такая вот обычная регулировка и снизу подписан баланс или баланс полярности вот, так же его подписывают как просто баланс очистки, да, вы его выставляете в середину вот, посередине, в ноль грубо говоря, и варите, и не парьтесь ребят, у вас все получится идем дальше блок жидкого охлаждения, ребят почему он нужен? он нужен для сварки алюминия почему? потому что у нас горелка очень быстро греется так как это переменный ток вот значительно горелка быстро нагревается и без блока жидкостного охлаждения у нас горелка просто может перегреться, ребят вот, поэтому при сварке алюминия вы везде встретите такой блок жидкостного охлаждения давайте ребят про горелки расскажу горелки идут в комплекте с аппаратами обычно 18 номер да 18 серия горелок вот они стандартные вы их встретите везде они самые распространенные вот идут расходные материалы тыльный колпачок который зажимает цангу цанга зажимает вольфрам за счет этого у нас вольфрам и фиксируется сейчас мы это быстро разберем сопло вот такое вот обычное стандартное самое распространенное цанга держатель цанга и вольфрам вот такой вот цанга держатель с отверстиями вот через него выходит аргон если я сейчас покажу если мы вот так вот собираем вот берем сначала мы в цанга держатель вставляем цангу после вставляем вольфрам либо можно вольфрам засовывать в конце вот я обычно собираю так каждый по-своему вот вольфрам дальше мы это все в горелку закручиваем в корпус закрутили от руки ребят просто от руки чуть-чуть поджали все не надо там сильно как-то затягивать вот видел кадров которые затягивают это пассатижами все не знаю где это где этому их научили сопло шестерка шестерка семерка обычно в комплекте когда вы покупаете аппарат вот идут новые там две-три штуки вытащили отрегулировали вольфрам вылет да сколько вам надо поменьше побольше вот и закрутили вот это 18 горелка корпус обычно у стандартных горелок он не гнется у меня флекс что такое флекс флекс с английского ребят это гибкость гибкость гибкий вот у меня получается флекс корпус гибкий корпус да я могу его так согнуть да если в каком-нибудь труднодоступном месте варю вот также я могу укоротить колпачок я беру вот вот здесь у меня короткий подготовлен взял короткий чтобы он и руке моей не мешал да когда я горелку взял в руки вот ну и при сварке в каких-то труднодоступных местах вот вот так выглядит если вам надо ее согнуть чуть больше например вот сюда вот можно его так вот сварить вот это очень удобная штука когда вам с обычной с обычным корпусом да стандартным корпусом не подлезть в какие-то труднодоступные места вот это очень этот корпус он очень сильно выручает спасает профессионалы меня поймут и я надеюсь поддержат вот дальше ребят смотрите сейчас я откручиваю стандартное все что идет в комплекте и закручу чем я обычно работаю вот идет второй комплект это тоже цангодержатель но он линзовый смотрите ребят видите сеточки там несколько сеточек и за счет линзы цангодержателя вот у нас идет ламинарный ровный поток защитного газа по сравнению с таким цангодержателем мы вставляю закручиваю закрутил дальше сую цангу саму дальше идем берем вольфрам и вот такие вот сопла ребят сопла от стандартных отличаются вот эти сопла они с внутренней резьбой такие вот широкие они специально для линзовых цангодержателей имейте ввиду что вот это сопло видно да вы не закрутите вообще никак и наоборот это сопло вы в стандартной не закрутите тоже поэтому берем закручиваем сопло и все это дело прижимаем вот я работаю обычно с линзовым цангодержателем да вот более ламинарный стабильный поток защиты идет у нас аргона вот мне я в общем привык мне комфортно я с таким набором я варю и алюминий и нержавейку вот но единственное я меняю сопло где-то мне нужна защита побольше я беру сопло побольше идем дальше так как мы все знаем что алюминий плавится при 660 градусов сам алюминий а его оксидная пленка плавится при 2000 при от 2000 градусов вот чтобы разбить оксидную пленку соответственно мы используем переменный ток почему потому что происходит катодное воздействие вот и катод распыляет и разбивает получается пленку оксидную вот оксидная пленка у нас разбилась у нас такая глянцевая ванна появляется мы начинаем варить за счет аргона защитного газа да мы можем все это дело спокойно сваривать потому что аргон не дает втиснуться наружной атмосфере кислороду да вот дальше ребят большая ошибка начинающих сварщиков это подача присадки смотрите подальше камеру отвел ошибка вот показываю ошибку и во многих учебных центрах даже колледжах университетах где обучаются сварщики до сих пор не почему-то я не знаю почему-то плохо обучают людей вообще учат людей плохо они года тратят на это все вот вот так вот далеко присадку держат и подают вот она вся болтается она вся трясется и как у них получится ровный шов вот поэтому аргонщики сварщики начинающие учитесь сначала подавать вот просто берете присадку в руки хватаете большим пальцем прижимаете эти два пальца указательный и средний отводите назад двигаете вперед эту ослабляете двигать вперед зажали опять опустили зажали двигаем вперед зажали опустили двигаем вперед зажали опустили двигая вперед вот теперь смотрите как профессиональные сварщики это делают вот например варим варим вот раз два ну блин одной рукой это все сложно показать сейчас вот на примере вот здесь вот на столе так чтобы моя рука была видна 1 1 1 1 1 и все и у нас присадка пошла видите присадка ушла подаем 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 запоминайте на здоровье мне не жалко все для вас распадали 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 все доводим до автоматизма и работаем в удовольствии забываем про руку она уже будет сама подавать сколько вам надо вы подсознательно уже будете знать вам по чуть-чуть подавать или помногу все идем дальше теперь точим вольфрам правильно если вы точите вольфрам на болгарке нельзя точить его поперек перпендикулярно вольфраму а вот ухудшается стабильность дуги вот ну и соответственно если у вас нестабильная дуга вот если она виляет соответственно у вас и шов будет неравномерный вот точим вдоль если болгарка крутится в эту сторону да против часовой мы против движения точим под углом чтобы риски получились вдоль вольфрама в эту сторону вот точите не сильно острым потому что у вас кончик при старте все равно отвалится дальше мы берем ацетон пшикаем на тряпочку на какую-нибудь у вас будет под рукой берем и протираем алюминий чем лучше мы подготавливаем алюминий тем блестящий у вас будет шов равномерный соответственно и качественный подготовка зависит в дальнейшем на качество и красоту шва ребят сейчас положу два шва один шов я положу получается у нас чешуйчатость будет большая я буду медленно подавать присадку как и показывал вам ранее вот а второй шов я буду присадку подавать почаще чешуйка будет нас маленькая глаза а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь я подавал часто мелкая чешуя. Вот так вот видно. У меня чуть-чуть труба болталась, так как там с обратной стороны швы есть, поэтому немножко получилось неровно. Но не в этом суть. Вот разница. Редко подаем, часто подаем. Все зависит от подачи. Ребят, с меня время, с вас лайк. Красивых вам швов. До скорой встречи.